Торнадо в Каменском и Немецком национальном районах, мощный грозовой шторм в Барнауле и накануне ураган в Целинном районе. Этим летом Алтайский край пережил уже целую череду природных аномалий. При этом климатологи предупреждают о том, что землякам нужно готовиться к новым чрезвычайным ситуациям, которые будут происходить в регионе все чаще. Насколько к ним готово Краевое управление МЧС, за какой помощью можно и нужно обращаться к спасателям, спросим у начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте. Ну вот буквально полчаса назад к нам в редакцию поступило видео из приграничной, по-моему, территории края Южный о том, что там бушует непогода, сильный ветер, большой, вот такой достаточно мощный град идет, крупный град. Это действительно так? Есть какая-то информация? Да, сегодня по прогнозу по Южным районам Края есть усиление ветра и такие же погодные условия с прохождением глядовых фронтов. Вот в связи с такой чистотой ураганов, штормов, каким-то образом вы планируете усовершенствовать систему МЧС? Мы постоянно этим занимаемся. Во-первых, мы работаем над системой оповещения, над системой управления для того, чтобы максимально короткие сроки оповестить все органы управления, власти, органы местного самоправления о ситуациях, поставить в известность губернатора и принять все меры для того, чтобы власти, начинали принимать меры либо по предупреждению, либо по устранению. А что касается уровня технической оснащенности, вам достаточно сейчас и техники, и людей? Нет предела техническому совершенству. Мы работаем в рамках тех, того технического оснащения, которое у нас есть. В целом, оно позволяет нам выполнять все поставленные задачи по спасению людей, по тушению пожаров. Но нужно понимать, что МЧС – это лишь часть общей системы, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И все ведомства должны работать над тем, чтобы повышать уровень оснащенности своих аварийно-спасательных служб, аварийно-строительных бригад, для того, чтобы можно было в кратчайшие сроки устранять все последствия. И все-таки будут ли предприняты какие-то конкретные меры для своевременного оповещения населения? Оповещения для защиты населения от чрезвычайных ситуаций? Мы этой темой постоянно занимаемся, отлаживаем все взаимодействие с нашими компаниями, которые проводят оповещения, сотовые компании. Мы работаем над тем, чтобы органы власти своевременно принимали меры по направлению сил и средств в район чрезвычайной ситуации или происшествия. И конкретные меры, они видны в тех объемах финансирования, которые выделяются и краевым бюджетом, и муниципальными бюджетами, и бюджетами компаний коммерческих, которые отвечают за те или иные вопросы жизнеобеспечения. Например, по устранению последствий шторма в Барнауле было использовано для устранения недостатков в энергоснабжении. Порядка 25 километров проводов, более сотни опор, построены новые линии. Это все материальные ресурсы, которые заранее планируются. Над этим работают все органы власти. Ну вот в связи с прогнозом на новые ЧАЭС, можно ли говорить о том, что финансирование в ближайшее время увеличится? Ну вот вашего ведомства в частности. Дело все в том, что мы работаем в рамках бюджетов. И я должен сказать, что мы получаем все необходимые ресурсы на то, чтобы ликвидировать чрезвычайные ситуации. Должен сказать, что если происходит ситуация, связанная с очень масштабным вопросом, то, конечно, здесь речь идет просто об увеличении сроков производства работ. Игорь Николаевич, очень кратко. Вот на 27-28 июня новый шторм прогноз. Какие территории он затронет? Как людям подготовиться лучше? К сожалению, территория, которой затронет штормовый прогноз, он уже представлен и в ближайшее время сегодня будет проведено СМС-оповещение на 27 число. Он затронет территорию Алтайского края. И мы не можем сказать, в какой конкретной территории ни мы, ни ЦГМС. И думаю, что никто не может сказать, в какой конкретной территории. Просто нужно быть готовыми. Да, просто нужно обеспечивать готовность, смотреть внимательно. И когда есть просто даже такой прогноз погоды, уже просто оценивать свои действия немножко иначе, чем в обычной обстановке. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин